На малой спортивной арене Олимпийского комплекса Лужники состоялась международная матчевая встреча по боевым искусствам. Сборная России, сборная мира, битва чемпионов 4. В этот раз на этом уникальном турнире, ежегодно проводимом Российским союзом боевых искусств, в 14 поединках выступили представители 13 видов единоборств. Сборная России, такая тоже виртуальная сборная России, потому что сборной по боевым искусствам целостной не существует, хотя существует общая система союз боевых искусств. Так вот, наши бойцы российские за прошлый год завоевали более 200 золотых медалей только мирового первенства. И всего с серебром и золотом более 500. Я думаю, что таким урожаем мало кто может похвастаться. Мне кажется, что главное в бою – это сила духа, это благородство, это умение драться честно. Вот все бойцы, которые сегодня сражаются, сражаются по этим принципам. Если человек умеет честно сражаться, умеет делать это красиво, мне кажется, это достойно. Со счетом 11-3 победу одержала сборная России. Наши спортсмены смогли достойно выступить даже в тех боевых искусствах, лидерство в которых традиционно занимают другие страны. Например, двукратный чемпион России по КПР Денис Охотников победил чемпиона Бразилии, призера Кубков мира Алехандро Пирейра де Сауза, представившего на соревнованиях сборную мира. Победа далась нелегко. 7,5 тысяч зрителей, огонь, дым, публика, свет. Это, конечно, оглушает, психологически давит. Я думаю, что у Бразилии так вообще такого опыта не было никогда. Вообще выходы на сцену. Поэтому, я думал, мы бы волновались. Ну вот, я был, может быть, чуть-чуть более собранным. Также российские спортсмены оказались сильнейшими в состязаниях по сютокан, джиу-джитсу, вьет-водау, киоку-синкай, армейскому рукопашному бою, сумо, тайскому боксу, боевому самбу и гигбоксингу. И лишь в трех дисциплинах – кабудо, ушусандо и кендо – сборная России уступила сборной мира.